Издательство «Миф» представляет Виктория Бехтерева Путеводитель по книге Нет такого явления, как выживание сильнейших, выживание наиболее адекватных, может быть, не имеет значения, насколько оптимальным является решение. Важно, в какой мере оно превосходит альтернативы. Питер Уоттс Ложная слепота Дорогие друзья, коллеги и единомышленники, спасибо вам за любопытство и интерес к нашей новой книге. Разрешите представиться? Виктория и Сергей Бехтеревы Более 15 лет – партнеры в семье, более 8 лет – в бизнесе, исследователи бизнесов со смыслом, организации про людей и для людей с уникальными бизнес-моделями больше, чем про деньги. Успешных, устойчивых, гибких, ставших пространством для самореализации их создателей, лидеров, а также их сотрудников. Много лет как консультанты, тренеры, фасилитаторы мы помогаем создавать сильные корпоративные культуры, а последние 6 лет популяризируем самоуправление, самоорганизацию и фасилитацию в русскоязычном мире. Это книга и онлайн-портал «Фасилитация для лидера.рф» – итог нашего исследования, кладезь наработок. Наконец-то мы собрали в одном месте нашу авторскую методологию подготовки, проведения и доведения до результатов совещаний, сессий и встреч в любых организациях, независимо от страны, рынка и этапа развития. Сценарии, памятки, чек-листы, которые ждут встречи с вами во время прослушивания этой книги, помогут не только сделать рабочие встречи структурированными и быстрыми, но и научат завершать совещания с четким пониманием, кто, что и к какому числу сделает. С радостью и предвкушением отдаем эти бесценные инструменты в ваши руки. Это книга-примерка. Примерка роли, за которой мы уверены не только будущее, но и настоящие современных организаций и объединений людей. И роль эта – лидер-фасилитатор. Вам совсем не обязательно слушать эту книгу от начала и до конца, главу за главой. Вы можете выбрать интересующую вас тему. Мы предпочли формат вдохновляющего тренинга, примерки. Одна глава – один тип совещания, один вектор энергии в организации. Цель в том, чтобы вы примерили на себя многогранную и развивающую роль лидера-фасилитатора. Разделы внутри глав помогают разобраться в особенностях разных совещаний и сразу опробовать их на практике в ближайшее время. Для этого в каждой главе приводится подробный сценарий с таймингом. Не надо совершать революцию, не надо резко менять курс. Возьмите то, что вам понравилось, заинтересовало, показалось полезным. Это может быть элемент совещания или просто визуальный плакат, а может быть роль или просто фраза. Достаточно просто поверить, попробовать и открыть еще одну возможность. Или возмножность, как вам больше нравится. Пусть это будет достаточно безопасно, чтобы попробовать в той ситуации и с теми людьми, в которой и с которыми вы сейчас вместе. В конце концов, все равно ведь вы сюда попали, в мир этой книги. Так что лучше уж попробовать. Все видео, статьи, опросники, плакаты для сессии и совещаний и другие материалы вы можете найти и бесплатно скачать на сайте книги. У нас есть мечта. Мечта о том, чтобы организации были сосредоточены не только на зарабатывании денег, но и на поиске смысла. Чтобы их создатели были счастливы, могли самореализоваться и исполнить свои мечты легко, радостно трансформируя рутину работы в яркость игры. И пусть таких компаний будет больше, чтобы в них приходили деятельные мечтатели, честные, смелые, красивые и трудолюбивые, которые воплощали бы свои идеи и делали мир лучше. Уверены, фасилитация – то, что надо для создания таких деловых экосистем и для управления ими. Мы предлагаем новую роль. Насладитесь ею, поиграйте. А результат обязательно превзойдет ваши самые смелые ожидания. Будем рады ответить на ваши вопросы и обсудить различные ситуации на совещаниях в сообществе лидеров-фасилитаторов в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал «Бизнес со смыслом» и одноименный Инстаграм. Будем благодарны за обратную связь. Пишите нам на адрес facilitation, собака, rulesplay.ru, Инстаграм Виктория Бехтерева и s.behterev, а также Facebook. Желаем вам увлекательной примерки, энергии и драйва на совещаниях. Договаривайтесь и делайте. Сергей и Виктория Бехтеревы. Предисловие. Что такое система управления и какие виды совещаний нужны любой сильной организации? Я рад быть соавтором этой книги, над которой мы работали последние 6 лет. Так получилось, что Виктория – главный драйвер развития фасилитации в нашей компании. Она уже много лет ведет свои авторские курсы для обучения менеджеров и лидеров этому важнейшему навыку. Мы с Викторией учились лично у большинства самых известных мировых фасилитаторов. А самое главное – адаптировали эти знания к российским реалиям и много раз проверяли их на практике. Все наши самые успешные наработки, приемы, алгоритмы и фишки практической фасилитации теперь доступны всем с помощью этой книги. Фасилитация – это в том числе наука об эффективных и энергичных совещаниях. Я занимаюсь настройкой совещаний 15 лет, причем особенно люблю настраивать оперативное и системное совещание, про которое написал пятую и седьмую главы в этой книге. Все остальные главы – это плод многолетнего труда Виктории. Что является самым главным поглотителем времени и энергии совещания? Мы считаем, что самый главный поглотитель времени – это не столько неэффективная подготовка и проведение совещания, хотя об этом мы, конечно, будем говорить на протяжении всей книги. Нет, самым главным поглотителем энергии и времени является смешение разных видов векторов энергии. Когда в одном совещании решается множество разноплановых вопросов, то это приводит к сильной расфокусировке членов команды. Разберем этот важный момент подробнее. Для этого сначала ответим на вопрос, из чего состоит организация и система управления. Условно выделяется четыре контура. Первый – оперативное управление или красный контур. Это набор технологий, правил и принципов, применяемых в организации для достижения максимального результата в течение одного дня и закрытия оперативных пустот. Второй – системное управление или синий контур. Принятая в организации методология, которая отвечает за постоянное повышение эффективности деятельности с помощью неповторения допускаемых ошибок за счет улучшения бизнес-процессов, зоны ответственности и существующих правил. Когда каждый имеет право на ошибку, но никто не имеет права на ее повторение. Третий – стратегическое управление или оранжевый контур. Применяемый в организации методология анализа и управления стратегией как способы победы на конкурентном рынке. Стратегия позволяет определить ключевые точки приложения усилий, поставить перед организацией цели и определить ключевые проекты улучшения для последовательного достижения поставленных целей. Четвертый – управление смыслом или зеленый контур. Методология объединения команды, управляющая отношением сотрудников к организации, отвечающей на такие смысловые вопросы, как «Во что мы верим?», «Для чего мы работаем?» и так далее. Условно можно представить систему управления в виде этих четырех контуров управления. Для каждого предназначается свой отдельный вид совещаний, о которых мы рассказали в этой аудиокниге. Совещание может давать четыре вида энергии и управлять четырьмя фокусами внимания. Первый – оперативное совещание. Когда человек получает энергию действия в виде четких задач на короткий, видимый и понятный период – день или неделю. Он точно знает, что именно сделать. Результат совещаний – конкретные задачи со сроком исполнения до месяца. Речь о них пойдет далее. Второе – системное совещание. Человек понимает, как он должен сделать свою работу. Это непростые совещания, так как по их итогам сотрудник должен увидеть, как работает весь бизнес-процесс и что надо предпринять ему, чтобы вся система работала эффективно. Результат таких совещаний – новые должностные обязанности, прописанные процессы и сформированные правила, которые позволяют повысить операционную эффективность и не повторять допущенных ошибок. О них слушайте в главе 5. Третий – стратегические совещания. Человек получает сильную энергию привлекательного будущего, где он окажется вместе с организацией, если стратегия будет реализована. Сотрудник должен понять, каковы его действия для воплощения задуманного. Результат таких совещаний – четкое направление движения организации, стоящие перед ней цели и препятствия, которые надо преодолеть. Подробно этот тип рассматривается в главе 4. Четвертый – идеологические совещания. Когда человек получает самую сильную энергию – смысла, отвечая для себя на вопрос «Зачем?». В результате каждый понимает, почему должен тратить ограниченное время своей жизни на Земле именно на эту организацию и что делать регулярно, чтобы соответствовать ее предназначению и ценностям. С этого мы и начали книгу «Идеологические совещания», описанной во второй главе. Одинаково важны все четыре типа совещания. И все они должны проводиться регулярно. Иначе сотрудники почему-то занимаются совсем не тем, чем нужно. Они повторяют одни и те же ошибки и не делают из них никаких выводов. Сотрудники по-разному понимают цели и стратегию организации, а потому не спешат действовать. Люди почему-то сами придумывают себе смысл, и он часто заключается в том, чтобы просто заработать. Соответственно, каждая глава этой книги посвящена или какому-то конкретному виду совещаний, или общим принципам их проведения. Для удобства я составил интеллект-карту этой книги, в которой разбил главы по видам совещаний. Базовые принципы фасилитации, описанные в первой главе «Идеальный лидер существует» и в девятой главе «Эффективные совещания на удаленке». Управление диалоги описано во второй главе «Как создать сильную организацию» и в третьей главе «Как управлять корпоративной культурой». Управление стратегией и проектами описано в четвертой главе «Гибкая стратегия или как ловить волну» и в шестой главе «Как объединить команду на старте проекта и извлечь уроки после его завершения». Управление правилами и процессами описано в пятой главе «Как создавать живые правила и процессы». Оперативное управление описано в седьмой главе «Оперативный драйв совещаний». И самоуправление описано в восьмой главе про бирюзовую фасилитацию. Вас ждет увлекательное путешествие в мир одного из важнейших навыков лидера будущего. Навыка управления свободными, равными людьми, которые вместе, объединяясь в команду, творят и созидают новые продукты, меняют мир и получают от этого процесса максимальное удовольствие и смысл своей жизни. И название этого навыка – фасилитация. Сергей Бехтерев